Всем доброе утро! Мы собираемся в сад. Получается, Гришуль? Покажи, как ты сам надеваешь кроссовки. Такой лохматый. Надо постричься под Тигрыш. Гриш, ну все, давай, пора второй уже застегивать. Первый отлично у тебя получилось, давай второй. Кепку не забывайте. Все, теперь готов. Такой приятный ветерочек, мы решили еще рубашку надеть. Я в Ашане, заехала за авокадо. В итоге пока взяла перец, такой классный, такой красивый, аппетитный. Кейл, еще травку вот взяла, айсберг, Романа, Радичи Фрицея тоже все помыто, все готово. Посмотрю, все к школе привезли. Рюкзаки, нам, кстати, с Кирюшей надо собраться к школе. Тетради, пеналы и вся-вся канцелярия. Ну, прям несколько рядов. Такой рюкзак, такой рюкзачок симпатичный. Даже знаю, что сюда можно положить в боковой карман. На любой цвет и вкус. Даже Эрих Краус. Я первый раз, кстати, вижу рюкзак Эрих Краус. Вот для девчонок. Мне понравился вот такой планер на неделю. Мои планы стоят 129 рублей. Отравные листочки, их тут много, сколько здесь. 28 листов, вот таких вот планов. Расписал себе неделю и вперед. Вот с зайчиком еще есть. Обложки с авокадиком. Ух ты! Класс! В общем, авокадо стоит 344 рубля. Он примерно как магнит, но оно здесь не готово, и надо дозревать. Хас стоит штука 129. 700 грамм 500 рублей. И вот сейчас я возьму вот это, 169 рублей. Две штучки. 80 рублей за одну штуку, это нормально. Это, в принципе, для Хас хорошая цена. Я выберу, которая уже спела. Вот это хорошее. Ребят, представляете, масло амарантовое стоит 1144. Оно очень полезное. Но оно и стоит. Это килограмм. Литр 104,579. Представляете? Я в шоке. А еще есть масло авокадо, 961 рубль. Я вышла из Ашана и просто замерзла. Села в машину и обрадовалась, что тут жарко. Уж они так работают кондиционеры. Если вы хотите ходить на шопинг в магазин Ашан, сверху лучше какую-нибудь ветровочку, что-нибудь накинуть, потому что там температура градусов 20, наверное. Давайте разберем мои покупки. Один пакетик у меня вышел на 2000 рублей ровно. Сначала начнем с овощей. Такие готовые смеси. Они уже эти салаты... Салат вымыт, просушен. И все, достаете, можете добавлять в салаты. Единственное, что открытую упаковку максимум там один день держать, два. То есть там за обед можно съесть, на завтрак, на ужин. Ну, семью салатик. Здесь я взяла айсберг Романа Радичо Фрисе и взяла кейл в салат. Свежие листья. Но здесь, наверное, надо его мыть. Надо посмотреть. Очень полезный, кстати, этот кейл. Мне так понравились перцы. Они такие красивые. Прям для фото подойдут. Стоит килограмм 69 рублей. Эти перчики. Можно зафаршировать. Можно просто есть. Можно в салат добавлять. Дальше. А, вот еще авокадо, которое я вам показала. Я все-таки взяла два авокадо. Ну, нормально за 80 рублей. Ну, дороже, чем в Ашане. Но в Ашане сейчас нет авокадо. Его просто все раскупили. Дальше пройдемся по бутылочкам. Два бутылочка. Где-то была еще третья бутылочка. А, четыре бутылочки у меня. Так, что я купила? Я купила уксус виноградный. Виноградный, винный. Натуральный, без ГМО. Вместо обычного уксуса. Что-то на рублей 50-60. Купила бальзамический... Называется уксус. Бальзамический. Вот у него фишка в том, что, по-моему, после открытия сколько-то дней. Если не ошибаюсь. Так, два уксуса. Затем оливковое масло взяла. Оливетта. Оливковое масло должно быть обязательно в темной бутылке. И вот, когда покупаете. Это же темная бутылка. По-моему, да? Италия делает. И взяла льняное масло. Тоже оно очень полезное. Оно рублей 60 где-то стоит вот так. А это 350, по-моему, если не ошибаюсь. Взяла в первый раз попробовать кокосовое молоко. Оно стоит 100... По-моему, 105 рублей. А вчера, где мы покупали рыбу, там молоко дешевле. Я вот сегодня сравнила. Там молоко и тут. Там дешевле. Если нам зайдет это молоко, буду покупать там. Разного объема, разный производитель. Это Таиланд. И из этого молока можно готовить вообще все. Вместо заменять обычное молоко коровье. Баночки вот такие. Можно попробовать во что-нибудь перелить. И чтобы удобно было наливать. Удобно было хранить в холодильнике. Хлебцы. Доктор Кернер карамельные. Затем еще более хлебцы. Первый раз беру вот такие черничные. Попробую. Десерт. Так, муки взяла. Хочу тоже попробовать перейти на другую муку. Взяла гречневую. Она подходит для блинов, оладий, кексов, лапши и так далее. И взяла амарантовую муку. Совсем немного, 200 грамм. Попробую. Кстати, надо помониторить, сколько вот это все удовольствие стоит на Вайлдберрис и на Озоне. Возможно, там будет дешевле. И взяла кинуа. Кинуа или кинуа, как правильно говорить. Древний злак со склонов АНД. Попробуем кинуа. Кинуа это одна из самых полезных круп. Гречка, кинуа. И третья, я не помню. И третья, я не помню. То ли полба. И вот с моцареллой. Она как раз не соленая, это сыр. И написано, что сделано в Швейцарии. Срок 21.08. Стоит 100 рублей. По-моему, один кусочек. А еще суперфуд, суперпродукт, это японские водоросли. Вот нори. Я купила. У нас Кирюша очень их любит. Я его нарежу водоросли вот такими квадратиками. И сделаю, как вот продаются в маленьких упаковках. Не только для суши, но и так можно кушать. И в школе я все-таки купила несколько товаров. Это обложки. Мне так понравились они. Предложу Кириллу, что скажет. С авокадо. Вот такие прикольные. С пиццей или с динозавриком. Сейчас какой план у меня. Буду разбирать все продукты. И буду готовить завтрак. Субтитры сделал DimaTorzok В итоге яичница получается такая, что желточек растекается. И можно макать туда хлебом или хлебцем. Очень вкусно. Сейчас доварится кофе. Всем приятного аппетита. Вот такой у нас сегодня вкусный и немного полезный завтрак. Субтитры сделал DimaTorzok Кстати, прошлую баночку томатов мы уже съели. И я заготовила еще одну. Убираю в холодильник. Надо будет еще купить томатов. Пока они по 40 рублей за килограмм. И сделать таких томатов на зиму. Пока получается только их сделать, сейчас покушать. На зиму пока у нас не удается их оставить. Слишком вкусные. Записалась на ресницы. Причем обычно я записываю заранее. Хотя бы там дней за 10. Ну так как я узнала, что мы едем на море. На следующей неделе. Юля любезно нашла мне местечко. Сначала она нашла мне в тот день, когда нам привозили кровать. Доставляли. И время доставки назначили именно с 2, по-моему, до 6, они сказали. А у меня как раз в 4 были ресницы. И я никак не смогла попасть. И Юля любезно перенесла на пятницу. И сегодня на 2 часа. Сейчас поеду делать реснички. У нас 27 градусов сейчас. И солнышка, ну, в принципе, его нет. То есть у нас резкая температура упала на 10 градусов. С 37, с 36 до 27. А завтра мы едем на турбазу. На день рождения. День рождения друга Артема у Дениса. И это наш крестный у Кирилла. Поедем все вместе. Кирилл, Гриша, я и Артем. Я к тому, что температура 26. Не знаю, как будет завтра. Но, наверное, купаться комфортно, я думаю, будет. Как раз не очень-то жарко. Главное, чтобы вода холодной не была. Моя любимая студия. У меня еще есть 5 минут, да? Попить кофе. Покажу вам, как тут красиво. Давно не была. Давно, кстати, я не была. А вот это все у Юли награды. За сертификаты, награды. За обучение. Вот, ну, конечно, мое любимое зеркало. Сегодня никого нет, можно поснимать. А еще здесь, получается, самые красивые фотографии в этом зеркале. С самыми красивыми ресничками. Вот мое местечко. Почему мы всегда здесь делаем, кстати, на этой кушетке? Это твое, потому что место? Твое, потому что, конечно, это не так. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не сильно заметно, но мне нравятся Они потому что не толстенькие, а такие тоненькие А как вот, например, попросить мастера Если кто-то будет делать ресницы Объяснить, что нужно вот тоненькие Они как-то называются, реснички? 0,07 толщина Поэтому они вот такие Естественные получаются Я типа храпела чуть-чуть, немножко поспала Нет, я не храпела Я не храпела? Нет, я не храпела, просто поспала Спасибо за реснички Мне очень нравится Тут, кстати, у Юли не только реснички Есть еще маникюр, педикюр Ресницы и даже бровки делают Вот тут в инстаграме все есть Я опять купила листы для жарки Сейчас в этом магазине Вот такие Не знаю, так быстро и так просто Что-то сначала я не распробовала А теперь я вот готовлю На этих листочках отбиваю грудку 5 минут с каждой стороны И все, обед готов Добавлю сейчас себе листья салат порежу Из зелени, помидорка, перец болгарский Будет у меня полноценный Вкусный, полезный обед Вот сюда назад клади Сюда назад клади Осторожно, расскажи Расскажи, пожалуйста Интересно все, что ты тащишь? Просто Кирилл взял и напомнил Вот такие гигантские бомбочки с водой Не знаю, сколько здесь литров В 3-5 литров И вот Сам напомнил, сам тащит Так, кто в багажник залез? Давай отсюда пристегиваться Класс, мама Давай, класс, отсюда вылезай Давай по одной, может Туда подальше, к забору Иди, чтобы людей там не было Никого И сам убегай Воды будет много Убегай Вот тебе надо будет потом шарики за собой собрать Остатки, хорошо? Сюрприз Да, да, он сейчас соберет все за собой Давай, сразу собирай за собой Спорим, Кирилл будет мокрый сейчас? Раз, два, три Беги Давай, давай Нас мокрый поедет домой Ну майка все грязные Да он упал Сразу собирай с собой шарики Там и там собирай Сразу с собой И те тоже Собери сразу Вот тот собери Мусор собери Сюда неси мне О, давай Счастье, счастье у ребенка Я, в принципе, предполагала, что так Подожди, стой Мне надо, чтобы мне помог, Тем Вот это вынуть Да Зато мы помыли ковры Все, кладем? Нет? Надо вытереть еще Давай Хорошо, что здесь есть коврик Это ты, кстати, его заказал, да? Его тут не было? Нет, здесь еще Ребята, если у вас есть машина Заказывайте коврик Хочу пересыпать сейчас крупу У меня специальные вот такие Большие банки удобные Блин, по-моему, мне попал этот герой Киноа, который купил Тоже сейчас пересыплю в баночку У меня еще вот такая банка есть С крышкой Плотно закрывается Вот так вот И, кстати, здесь рецепт салата есть Надо будет приготовить В общем, я решила, чтобы не потерять рецепт Положу его сюда И обязательно приготовлю И вот такая тоже квадратная банка Пока у меня все стоит вот так Я вам сейчас покажу одну штуку Которую купила сегодня в фикс прайсе И покажу, что с помощью нее можно сделать Это вот такой круглый поднос В общем, он вот так вот крутится И удобным образом можно достать то, что рядом То, что вам нужно Так, 31 сантиметр диаметр Сейчас вам покажу поближе Я нашла фикс прайс Они были раньше Но их все раскупили Здесь вот такая крутилка Мы сюда вот Сейчас мы все организуем и поставим И с помощью такой круглой штучки Круглого подноса Можно сделать вот такую вот карусельку С одной стороны, например, специи у меня стоят Я могу повернуть Что мне нужно достать А здесь у меня стоят витамины детские Мой витамин D Смотрите, как удобно Раз Прокрутил Взяла, что нужно Достал Воспользовался Поставил обратно Раз Крутите барабан Взял Поставил обратно Мне кажется, классная идея Еще я купила вот такие две маленькие баночки Стеклянные удобные Сверху пробка Я сейчас сюда пересыплю чеснок Сухой чеснок Вот такой покупаю Гранулированный От марки Камис Надеюсь, правильно читаю Везде продается Во всех магазинах Магнит, по крайней мере, он есть Ну вот Половина мимо Я стараюсь все из заводской упаковки пересыпать Кунжур я тоже пересыплю вот в такую баночку Все, убираю сюда И в салат я добавлять буду кунжут И вот такая смесь у меня еще Смесь семян кулинарная Здесь конопля Лен коричневый Кунжут белый И можно выпечку посыпать Это вообще супер витамины А, С, Е, Омега-3, 6 И здесь еще содержание белка высокое Можно прям в салат режьте салатикой Спасыпайтесь семенами Делайте какую-нибудь выпечку с семенами Все очень удобно В быстром доступе А, и сверху я тоже, кстати, разобрала Перебрала, посмотрела сроки годности Разобрала У меня тут стоит Немножко организация Тут у меня все для выпечки Разорклитель Ванилин Ванильный сакар Желатин Следующая корзинка у меня стоит Так, видите, как удобно Раз Все достали Здесь все у меня специи Салатные специи Для картофеля Для курицы Для мяса Рыбы Все разобрала Тоже рассортировала Для тех, которых мало специи Нет смысла пересыпать в банку Там базилик, например Или там черный перец горошком Целую банку я не набираю Не так часто И еще одна корзиночка Тут у меня гречка Рис Макароны Пшено Киноа Овсянка И перловка И тоже макарошки Эту корзинку я вам уже показывала Там у меня мука гречневая Не помню, что там еще Булгур Всякая разная смесь Для птиц Для пиццы Для кекса Вот порядочек Ура Хоть в каком-то шкафу У меня порядок Относительно